ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утром зарядку, вечером зарядку. Прямые включения со всей страны и удивительные знакомства. Ух, ребята, поприветствуем друг друга, давайте помашем друг другу, помашем всем нашим зрителям. Неожиданные спикеры, технологии и инновации. Это все я, это все про меня. Не перебивай, дай дослушать. Удивительные истории и подлинные эмоции. А можно его погладить? Познакомься. Здравствуй, Поля. Тут находят друзей и наставников, путешествуют и открывают новые горизонты. Настя и Ишат могут навестить Владислава в республике Сахай. Тут исполняются мечты. Вместе мы все делали музей, мы собрали большую команду ребят, которым это было интересно. И именно вокруг этого музея закрутилась наша волонтерская деятельность. Открытые уроки открывают мир. Акцию «В гости» организовал Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования вместе с Министерством просвещения Российской Федерации. Акцию запустили в рамках открытых уроков, которые входят в проект «Успех каждого ребенка» — национального проекта образования. Такая акция проходит впервые в России. Школьники из разных регионов страны отправятся в удивительное путешествие друг к другу в гости. Они познакомятся с обычаями разных народов, увидят многообразие культур и традиций нашей большой и дружной страны. Я немного удивилась, что такое есть. Почти 30 тысяч километров пути. Экскурсии и достопримечательности, значимые места, новый опыт и впечатления. Спасибо открытым урокам! После прямого эфира всем участникам из семи регионов позвонили и предложили принять участие в акции «В гости» и отправиться в увлекательные путешествия по России. Республика Коми, Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Калмыкия и Москва. Я сразу не поверил, что мне даже позвонили. Я была очень рада и просто счастлива и благодарна судьбе, что это происходит именно со мной. Я думала, ну вот поучаствую и получу грамоту. Ну и все. Но больше я не рассчитывала. Я не ожидала, что мы правда поедем в гости. Правда не ожидала, что моя мечта осуществится. Наконец-то я лечу в Москву. Скоро моя большая мечта исполнится. Так началась акция «В гости» от всероссийского проекта «Открытые уроки». Участников собрали в столице России – Москве. Вместе с ребятами в путь отправились и их родители. В аэропорту участников уже ждали. Здравствуйте, здравствуйте. Ребята к нам приехали из разных регионов абсолютно. Они такие интересные, такие разные, такие молодые, классные, такие открытые ко всему новому. Я думаю, что им будет интересно и как по Москве путешествовать, и отправиться, как мы говорим, друг другу в гости в разные регионы. Привет, Дайпять. Доброе утро, как ты добрался? Все хорошо, все прекрасно. Отлично. Отправляемся в наше путешествие вместе с открытыми уроками. Готовы? Ну все, отлично, тогда пойдемте. В России живет более 190 народов. У них разные обычаи, традиции, язык и культура. В этом выпуске мы познакомимся с участниками проекта. Они из разных регионов страны, но их объединили открытые уроки. Элина из Республики Коми и Ильяна из Калмыкии. Девушки с похожими именами подружились полтора года назад. А встреча на открытом уроке стала для них настоящей счастливой случайностью. Когда я увидела Ильяну на уроке, я очень сильно удивилась. Вот это правда было для меня неожиданно. Мы в эфире встретились с моей подругой Элиной. То есть я вижу ее на экране, я думаю, это Ильяна или это не Ильяна. И быстренько пишу ей. Для Элины и других ребят это первое путешествие. За пределы Республики Коми я, ну можно сказать, даже не выезжала. Бабушка мне рассказывала о этом городе, и я хотела ее посмотреть, какой он. Ислам прилетел из Грозного. Во время урока он впечатлил своим танцем. И для маленького Ильшата это тоже первая поездка. Но во время эфира это его совсем не огорчало. Кому бы и куда бы ты хотел бы отправиться в путешествие? Кому мне и дома хорошо. Ну просто мне всегда мама говорила, что в гостях хорошо, а дома лучше. Все-таки дома оставаться нельзя. Вот. Надо развиваться. Ильшат из Башкортостана приехал в Москву с Настей. Ведь они лучшие друзья. Я очень люблю путешествовать. Такое путешествие у меня впервые. А так я путешествую по Башкирии. Мы с мамой постоянно в горы куда-нибудь ездим. А Станислава приехала из Удмуртии, города Глазов. Во время прямого эфира я очень переживала. У меня потеяли ладошки. И когда все закончилось, я почувствовала облегчение и удовлетворение. На уроке Станислава даже успела показать рецепт национального блюда. Я рассказывала о своей республике, о том, как я леплю перепечи и остинские пироги. Сразу после заселения ребята отправились на прогулку. Кажется, им вместе весело даже без экскурсий и культурных программ. А больше всех за детей радуются их родители. Отлично! Вообще здорово! Во время экскурсии я решил научить ребят бурятскому танцу уехать. А что значит такие танцы? Шаманские танцы. Шаманские танцы тут. Давайте нажимаем танцы на путью. Лай! А теперь пора в гости. Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии Образования всегда рад таким гостям. Ух ты, елка! Может, приятно здесь помните? Давай, давайте, раз. Давай, не шах, улыбайся. Улыбайся, зубы покажи. Я улыбаюсь. Давай, раз, два, три. Привет, привет! А что это вы здесь? Пытаетесь раздеть нашу елку? Так, значит, живая она. А, с наступающим! На самом деле, очень рада, что вы до нас доехали. Пока ребята изучали елку, навстречу пришла Наталья Агре, исполняющая обязанности директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. Вообще, они не только очень творческие, вы еще и очень смелые. Кстати, вот под елочкой вам подарки. Так что разбирайте. У нас еще есть подарок небольшой футборте. Это наше национальное блюдо. О, спасибо, спасибо большое, спасибо. На самом деле, я думала, что будет очень серьезно. Я даже немного волновалась перед этой встречей. Но когда Наталья зашла в зал, я слегка успокоилась. Мы очень мило побеседовали, попили чай. Это прекрасная практика, потому что одно дело, когда ты уезжаешь за границу, а другое дело, когда ты все-таки имеешь возможность посмотреть страну и вообще что-то узнать. Ну, честно говоря, здесь даже не высокопарно. Не то, что там культура, да, или что-то особое. Вообще просто как люди живут по-другому. Думали, что там будет скучная, сухая речь какого-то чиновника, но это был прям очень интересный человек-собеседник. Тоже мы с классом, с нашими друзьями, которые волонтерством занимаются в городе, тоже внимательно сидели и там уделили время посмотреть уроки и тут внимательно слушали и смотрели. Сейчас хотелось бы, чтобы во время отжитых уроков можно было еще людям, которые смотрят, как-то взять и задать вопросы тем, кто участвует в субботе. Вообще, на самом деле, надо подумать, как это организовать. Мы приехали в городский! Самое время прогуляться по центру Москвы. Здесь царит настоящее волшебство. Как не зарядиться новогодним настроением? Город сейчас выглядит по-настоящему сказочно. Поэтому наши путешественники отправились в сердце столицы, на Красную площадь. Ой, ну вообще прям моя мечта вообще давным-давно увидеть новогоднюю Москву. Вот она, пожалуйста, мечта. Атмосфера праздника, море эмоций и интересный случай. Мама Насти и папа Ислама обнаружили удивительные совпадения во время прогулки. Да, действительно, удивительная история. Там я просто случайно обмолвился, что жил в Казахстане. Я говорю, а как в Казахстане? Он говорит, я жил в Казахстане. Я говорю, да, я тоже из Казахстана. В каком городе вы жили? Он говорит, я в Шевченко жил. Я говорю, я тоже в этом городе жила. Он говорит, а в каком микрорайоне вы жили? Мы жили в шестом микрорайоне. Он говорит, так я тоже в шестом микрорайоне жил. Слово за слово выяснилось, что жили в одном микрорайоне, учились в одной школе. Ходили в одни и те же магазины, на игровые площадки. В общем, ходили одними тропами. Вспомнили и чебуречную школьную, и школьный буфет. Было такое чудесное воспоминание о наших детских школьных годах. Это очень странно, это вот оправдывает поговорку, что мир тесен. Я очень рад, что вот такая встреча состоялась. Мир действительно тесен, и школьные годы мы будем помнить всегда. А сейчас самое время набраться новых впечатлений. В Москве у меня мечта исполнилась. Я услышала клокла Кремля, сам Кремль, памятники Минина и Пожарского. Когда заканчивается смена, о, посмотрите, вот сейчас старший меняется. И после смены... Кремля. Мне очень понравилось это. Я первый раз услышала его вживую. Просто каждый раз с телевизора уже надоело. Привет, ребята! Я в центре Москвы. Это была моя мечта побывать в Москве. Во время эфира мы узнали об этом из сюжета о жизни Гуржапа в Бурятии. И вот прошло совсем немного времени, и Гуржап рассказывает своим подписчикам, что мечты сбываются. Моя мечта сбылась. Я только что загадал желание. Стоял на нулевом километре и загадал желание. Правда, с момента эфира мечта немного изменилась. Больше всего в Москве я хочу увидеть кабинет Владимира Владимировича. Я думаю, 100% исполнится. Мы будем держать за тебя кулачки. Потому что с проектом «Открытые уроки» мечты сбываются. И открываются любые двери. Особенно двери ледового катка. Жду, когда мы покатаемся на катке. Да, я тоже этого очень жду. Они меня все время держали за ручки, чтобы я не упала. Все-таки не каталась сколько? Шесть лет? Супер, мне очень понравилось. Да, такое красивое место. И атмосферное. И новогодние песни советские. Это просто бомба, да? Да. Даже катались паровозиком. Но он не выдержал его. Так расшелся. И русские. Пятки русские. А, да. Они коньки. Первый пистольский. Да, потом все равно продолжали ехать. Но потом и три. Поделились еще на две. Один ильшат поехал. И потом там с Исланом. Немножко докатались и все. Этот день был насыщенным. А завтрашний будет еще интереснее. Мы с ребятами пришли на мастер-класс по командообразованию. Скоро ребята отправятся в совместные путешествия. Научатся быстро и правильно понимать друг друга. Развить командный дух очень важно. Будут разные задания, упражнения, как раз таки направленные на команду формирования, сплочения и какую-то эмоциональную разрядку в целом. Сначала будьте медленно, а потом будет для ног быстрее. Я буду идти. Интересно. Первая задача ребят – не пустить постороннего человека на пустой стул рядом со своим другом. И, похоже, они замечательно с ней справляются. Хорошо, кто еще хочет попробовать? Давай. Каждый мог побыть незнакомцем и показать довольно шустрый результат. Так, давайте только те, кто меньше всего, друг с другом знакомы. Давай мы с другом команды. Ну, а смотрите, задача какая? Вам нужно построить башню, и у кого выше она будет, тот и, собственно, победил. Когда нас поделили на команды, я был в команде вместе с Владом, с Настей и с Ильяной. Когда нам дали задание, Ильяна предложила скручивать бумагу и потом складывать и все время выше. Три, два, один. А победила, конечно, дружба, хорошее настроение и добрые песни. И сегодня ребята пели еще не раз. Во время прогулки по старейшей улице Москвы, которой более 500 лет, они снова нашли повод для пения. Солнце мое, взгляни на меня. Поехали на Арбат. У нас там был исторический, грубо говоря, квест. И мы полностью изучили улицу Арбата. Много интересных фактов. Кажется, уместить в один день все события в Москве невозможно. Но ребята не сдаются. И уже в гостинице устраивают этнопати. Ну, мы все оденем национальные свои костюмы. Кто-то там, ну, бурятский костюм, кто-то якутский костюм. И, ну, все встретимся и все расскажем о своих костюмах. Шкура соболя. Из-за этого, со всю красоту, из природы они берут и, так сказать, закрепляют на головной убор национального, ну, национального костюма якутского народа. И это уже просто наши национальные узоры. Татары, вот, обязательно, вот, те, кто на свадьбе, должны монету положить и, вот, большую тарелку. На нем должна танцевать невеста. На тарелке? На тарелке? Да. Интересного я узнала о народности, национальности. Самое главное – это о костюмах каждого представителя своей республики. Было очень интересно послушать о национальных блюдах. Вот, у Бурятии вузы. И у нас у калмыков есть похожие блюда – это бёрики. Куда поедете? Я пошла к Костану. Мне тоже мама посоветовала ехать по Шкурту. Я в Течнюю. Я в Течнюю. Там красиво. Но мне бы хотелось узнать, например, какую-то… Ко мне? Ты чиняевки? Они там, ну, по-другому. Да. Я, конечно, поведу… Ко мне? Да. Мы с тобой знакомы полтора года. Как тебе не поехать к Коми? На север, помёрзнуть. Нет, он вообще-то к тебе выбрал. Да? Ну, это будет классно. Нашли друг друга. Круто. Ну, блин. Мне больше всего хочется Башкортостан. Он ограничен с Татарстаном. И недавно слышал, что там есть гора из Соды, Торатау. И прям она огромная. Вот, может, попробовать как-нибудь туда подняться и загадать желание. Ну, что ж, в гости! В гости! Выбор сделан! Дальше ребят ждут незабываемые путешествия в регионах нашей страны. Республика Коми. Калмыкия. Чеченская республика. Башкортостан. Участники познакомятся с культурой и традициями друг друга. Добро пожаловать в гости! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова